Здравствуйте! В эфире новости дня. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. В студии Диана Кузимбаева и в начале коротко некоторые темы выпуска. В Оренбурге с официальным визитом генеральный прокурор России Игорь Краснов проведет личный прием жителей региона и представителей бизнес-сообщества. Строительство птицефабрики в Оренбургском районе отменяется. Глава регионального Минприроды сообщил, инвестор отказывается от проекта. Будущим духовным наставникам вручили дипломы. В медресе Хусаини и православной семинарии состоялись выпускные. Сколько россияне готовы потратить на отпуск и какой отдых выбирают? Аналитики уточняют предпочтения на лето. Облачно, дождь и ветер. Арктический циклон не отпускает регион. Прогноз синоптиков на выходные. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Оренбург. Выезд главы надзорного ведомства в наш город состоялся впервые. В аэропорту его встречали представители областной прокуратуры и губернатор Денис Паслер. Свою поездку генпрокурор России начал с посещения выставочного комплекса «Салют Победа». Он возложил венок к вечному огню у монумента, павшим за советскую родину. Игорь Краснов намерен провести личный прием граждан и представителей бизнес-сообщества региона. Подробности визита в наших следующих выпусках, а пока к другим темам. Птицефабрики в Оренбургском районе не будет. Об этом заявил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский. По его словам, вопрос решен окончательно. У нас под боком, нас пытаются уничтожить предприниматели, с попустительства чиновников. Напомним, в конце апреля жители поселков Подгородняя Покровка, Соловьевка и других населенных пунктов Оренбургского района выступили против возможного строительства птицеводческого комплекса. Возмущала людей близость предприятия к жилым массивам. Согласно их источникам, производство должно было располагаться менее чем в километре от частного сектора. Люди переживали за последствия для здоровья вредных технологических процессов. Позже выяснилось, проект птицефабрики находился в разработке. Однако конкретное местоположение не было определено. Спустя два месяца министр природных ресурсов Александр Самбурский заявил, ситуация разрешена. Инвестор сейчас готовит пакет документов о том, чтобы этот проект не реализовывать. То есть, ну, стало тоже для него удивлением. Безусловно, никто не хочет вступать и ухудшать качество жизни для людей и, соответственно, вступать в какие-то конфликтные ситуации. Поэтому инвестор принял решение и вот буквально на этой, на следующей неделе, отправит в правительство заявку о том, чтобы его проект исключили из приоритетной. Таким образом, добавил Александр Самбурский, вопрос о строительстве птицефабрики вблизи поселков закрыт. В Оренбурге прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Работа России, время возможностей, строим будущее вместе сегодня. На площадке в Оренбурге встретились как те, кто ищут работу, так и те, кто ее предлагает. Несколько десятков работодателей, более полутора тысяч вакансий, возможность узнать о будущей профессии, всевозможные нюансы, а также получить консультацию по поиску работы. На площадке ярмарки трудоустройства в Оренбурге многолюдно. Студенты последних курсов университетов – оренбуржцы, которые заинтересованы не просто найти вакантное место, а отыскать работу по душе и с хорошей зарплатой. Директор Центра занятости Оренбурга и Оренбургского района Сергей Латышев отмечает, сегодня спрос на квалифицированных специалистов высок. Мы сегодня столкнулись с такой ситуацией, которую мы испытывали порядка 15-20 лет. Сегодня настолько низкий уровень безработицы и настолько маленькое количество, которое у нас стоит на учете. Плюс огромная заявленная потребность. Предприятие сегодня испытывает колоссальную потребность в рабочих. У нас по городу Оренбурга заявлено порядка 9 тысяч вакансий, а на учете стоит 1700 человек. Поэтому на каждую безработную порядка 5 вакансий. Благодаря таким встречам, уверяют организаторы, выигрывают все. Соискатели могут тщательнее ознакомиться с конкретными предложениями. А работодатели получают возможность выбрать тех, кто больше других подходит на предлагаемую вакансию. В центре занятости население говорят, среднее время поиска работы заметно сократилось. Если раньше на это уходило более 4 месяцев, то сегодня в среднем оренбуржцы остаются безработными около 3 месяцев. В Оренбурге состоялись выпускные в православной и мусульманской духовных семинариях. Выпускникам вручили дипломы. На торжественных мероприятиях побывала наша съемочная группа. Служители религиозного культа. Так написано в дипломах выпускников Медреса Хусаиния. В этом году духовную образовательную организацию заканчивая 71 человек. Торжественному моменту предшествовала 4-летняя учеба. Студенты изучали исламское право, арабский язык и чтение Корана. Раули Сайфудиновой 52 года. Она учительница в школе. Говорит, что пришла к духовному обучению, потому что уверена, в современном обществе много нравственных проблем. Корни этих проблем – это воспитание в семье, недостаточность нравственного воспитания. Очень много детских судеб ломается и рушится. Поэтому я начала с этого, что что-то должно вестись поиначе или еще дополнять. И поэтому именно вот это меня привело к желанию получить дальнейшее духовное образование и использовать в своей работе. Медреса Хусаинию закончили десятки выдающихся деятелей. Среди них и Муса Джалиль, и Валидия Хмедзаки. Ваша первоочередная задача – быть похожими на своих участников, быть достойными их памяти. Сегодня же в Оренбургской духовной семинарии тоже выпускной будущих священнослужителей. Он начинается с торжественной архиерейской службы, которая проводится только по особым случаям. Четыре года бакалавриата, два магистратуры – все как в светском заведении. Однако никто из выпускников еще не знает, в какой именно храм Оренбургской епархии их определят. Прежде чем принять санам, предстоит быть чтецами или пономарями. Подготовка в Оренбургской духовной семинарии идет по многим направлениям. Музыкальный, дирижерский факультет, где готовим регентов, а также отделение, где готовятся помощники и церковные служители. Студенты признаются – семинарию покидать сложно. Она уже стала им домом, а наставники – родными людьми. Для нас здесь обучение в семинарии стало особым периодом в жизни каждого из нас. И за эти четыре года мы действительно прикипели к этим стенам и получили свои жизни на уроке. Торжественный акт позади – время вручения заветных дипломов. Впереди у выпускников непростой путь священнослужителей, но все они говорят – другого пути для себя они не могут представить. Виолетта Широкова, Игорь Бероев, Новости дня. Мы продолжаем. Оренбургский военно-исторический клуб «Виктория», в составе которого наш корреспондент Дмитрий Картус, сейчас находится в Республике Беларусь. Там в эти дни идет масштабная подготовка к военно-исторической реконструкции – «Бобруйский котел». Вот первые кадры, которые мы получили от нашего корреспондента с места событий. Мероприятие посвящено 78-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Военная техника уже на поле предполагаемого боя. Будет использовано и большое количество пиротехники. В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы из России и Белоруссии. Тщательно готовились воспитанники Оренбургского военно-исторического клуба «Виктория». Искали предметы того времени, особое внимание в военной форме. На мне сейчас форма простого рядового солдата Красной Армии 43-го года. Форма включает в себя пилотку, гимнастерку, брюки-галифе и керзовые сапоги. Но какая же форма без снаряжения? Сегодня со мной ремень с подсумками, саперная лопата и, конечно же, винтовка. Задача военно-исторической реконструкции – максимально правдиво показать события конца 1944 года. Именно тогда шли ожесточенные бои с немцами за освобождение Бобруйска. Их в то время вела 348-я стрелковая дивизия, которая была сформирована на Урале в Тотских лагерях. В ходе боев дивизия форсировала реки Добриса, Слина и Березина, заняла позиции райцентра Кличев и перерезала основную магистраль – Могилев-Бобруйск, что позволило доставить к месту боев танки. По уточненным данным части стрелковой дивизии, с 24-30 июня солдаты нанесли большой урон противнику. Было уничтожено 11 танков, 75 орудий, 22 пулемета, 9 минометов, 20 автомашин. Противник был разгромлен. 6 июля 1944 года дивизия получила почетное наименование «Бобруйская». Более подробный материал с места событий покажем в ближайших выпусках новостей. Сейчас ненадолго прервемся и вот о каких темах расскажем во второй части нашего выпуска. Сколько россияне готовы потратить на отпуск и какой отдых выбирают? Аналитики уточняют предпочтение на лето. Облачно, дождь и ветер. Арктический циклон не отпускает регион. Прогноз синоптиков на выходные. Это новости дня. Мы продолжаем. Сезон отпусков в самом разгаре. Аналитики российских банков поинтересовались, сколько наши соотечественники готовы потратить на путешествия. О поездке планируют около трети опрошенных. Свыше 29% опрошенных россиян планируют в 2023 году отправиться в путешествие по России. Большинство из них, 37%, готовы потратить на поездку до 20 тысяч рублей. 29% респондентов больше 70 тысяч рублей. На вопрос, куда намерены поехать, более 29% россиян ответили, что планируют путешествовать по России. 21% поедут отдыхать за границу. Остальные же в этом сезоне предпочтут отдыхать дома или на даче. Большинству россиян при выборе формата путешествия по стране интересен пляжный отдых. Другие остановили свой выбор на активном досуге. Это спорт, походы, экскурсии. Совсем небольшой процент отпускников отправится в агротур, в поездку по сельской местности. А теперь информация для тех, кто интересуется курсом валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. При этом в Центробанке предупреждают ежегодно в сезон отпусков возрастает число киберпреступлений, связанных с оплатой товаров и услуг на поддельных сайтах. Потенциальные путешественники активно выбирают места отдыха и выгодные цены на туры. Этим пользуются мошенники, которые создают фишинговые сайты, похожие на официальные ресурсы по продаже туристических путевок, авиа или железнодорожных билетов. При этом поддельные ресурсы точно копируют сайты авиакомпаний и известных турфирм. Аферисты заманивают граждан через социальные сети, размещая объявления о выгодных предложениях, скидках и бонусах. В мессенджерах они присылают ссылки на поддельные платежные сервисы. На одних сайтах у людей выманивают данные банковских карт, чтобы получить доступ к счету и затем похитить деньги. На других сразу предлагают заплатить за услугу с помощью электронного кошелька или прямого перевода на карту. Такие операции проходят мгновенно. Отозвать их невозможно, предупреждают финансисты. Главное правило кибербезопасности – никогда и никому не сообщать свои личные данные, номер банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код. Не переходите по подозрительным ссылкам. Введите переписку только в чатах официальных сервисов. Совершайте покупки на проверенных сайтах. Помните, что банки не компенсируют потери, если человек сам перевел деньги мошенникам или ввел на афишевом сайте конфиденциальные данные. «Потомки великих мастеров» – Всероссийский фестиваль-конкурс с таким названием впервые проходит в Оренбурге. Более ста участников из разных регионов России собрались в областном дворце творчества. Именно там проходит торжественное открытие фестиваля. Гостей наш регион встречает с песнями и танцами. Так открывается очный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров». Его участниками стали студенты из 55 регионов страны. Они представляют на оценку жюри свои работы, выполненные в разных техниках. В этом замечательном конкурсе мы участвуем не впервые. Вот сейчас настало больше. Я привезла четыре девочки из разных номинаций. Мы будем представлять номинацию «Художественная роспись по стеклу», также «Бисероплетение» и «Арсмола». Сегодня первый день. Мы приехали уставшие, но у нас очень позитивных много эмоций. Мы так хотим, чтобы это все случилось и, конечно, хотим победить. Номинаций в конкурсе много. Среди них художественная обработка металла, роспись, керамика, вышивка, народная одежда. Фестиваль проходит в рамках федеральных проектов и приурочен году педагога и наставника. Главная цель, говорят организаторы, вовлечь молодых мастеров из числа студентов в процесс сохранения и развития культуры народов нашей страны. Самое главное, ребята здесь показывают свои изделия по многим номинациям, связанных с народным творчеством или с традиционными, или народными промыслами, которые издревле на наших землях развивались. Ценность в том, что будущие учителя в том числе, вот этот кусочек своей истории, своей родины понесут в будущем своим ученикам. Это очень ценно. Впервые фестиваль состоялся в 2017 году. Придуман и реализован в Чеченском государственном педагогическом университете. Оренбург стал четвертой точкой, где собираются участники, и каждый год проект только совершенствуется. Добавляя где-то новые номинации или новые какие-то тематики, которые характерны для того или иного года. В целом история у конкурса такова, и это всегда была грантовая история. Последние несколько лет конкурс поддерживается Министерством просвещения Российской Федерации. Только в заочном этапе поступили проекты более 500 авторов. Завершился он 12 мая, а в финал вышли 150 работ. Вся сторона участвует в этом конкурсе. Еще раз скажу, наверное, не столь важно, какие работы будут представлены, не важно даже практические применения этих навыков. Самое главное, что у людей есть призвание, есть определенный дар, который они раскрывают, ну и, соответственно, показывают нам это. Это прекрасно. В Оренбурге до 26 июня среди участников пройдет конкурсная, экскурсионная и образовательная программа. Последний день будут определены и победители фестиваля. Диана Кузимбаева, Виктор Горшенев, Новости дня. Вспомнить, каким он был. Ровно год назад, 23 июня, по всей стране разнеслась трагическая весть. Не стало певца Юрия Шатунова. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет. В конце 80-х имя Юрия Шатунова знал каждый. Белые розы, Седая ночь и другие хиты звучали во всех дворах. Оренбургский мальчишка, воспитанник интерната, смог покорить сердца миллионов. Потому новость о его внезапной смерти от инфаркта стала шокирующей. По певцу плакали поклонники по всей России. А к дому детства, где Юрий провел юношеские годы, несли букеты белоснежных роз. Похоронили Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве. Позже в Оренбурге решено – память певца будет увековечена в бронзе. Памятник работы скульптуры Александра Сукманова появится в Оренбурге. Автор представил макет на суд зрителей. В скульптуре запечатлен сам Шатунов и автор хитов Сергей Кузнецов, который на протяжении всего творческого пути артиста был его другом и коллегой. Известие о смерти Юрия Шатунова подкосило Сергея. В ноябре 2022 года композитор скончался. Пока процесс создания окончательного макета не завершен. Скульптор его дорабатывает. В СМИ говорят, только от поклонников Шатунова будет зависеть, когда именно откроет памятник. Будет открыт денежный сбор, и любой сможет в нем поучаствовать. К спортивным новостям. Теперь без Марцела Лички. Главный тренер футбольного клуба Оренбург перешел в московское «Динамо». То, чего боялись наши футбольные болельщики, все-таки случилось. Главный творец успехов Оренбурга последнего времени, Личка, подписал контракт со столичным «Динамо». Под руководством 45-летнего чешского специалиста наш клуб стал ярким открытием минувшего чемпионата российской премьер-лиги. Заняв седьмое место и опередив таких грандов, как «Локомотив» и тоже «Динамо». Марцел никогда и не скрывал, что готов продолжить карьеру в каком-нибудь большом клубе при поступлении достойного предложения. Таковой последовало и устроило все стороны. Не хочу прощаться с вами, потому что футбольная жизнь часто меняет вещи и ситуации в жизни. Но на сегодняшний день я вам хочу сказать большое спасибо за эти три года, которые были очень красивыми для меня. Место лички на тренерском посту Оренбурга занял его соотечественник, известный в прошлом футболист Иржи Ерошек. В понедельник команда отправится на предсезонные сборы в Турцию. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. И о погоде. Облачно, дождь и ветер в большинстве районов Оренбургской области. Виной всему арктический циклон. Синоптики областного гидрометцентра дают прогноз на выходные. Среднесуточные температуры в конце недели останутся на 1-5 градусов ниже климатической нормы. В субботу 24 июня днем по области ожидается до плюс 21. В ночные часы столбики термометров отпустятся до 10-15 градусов тепла. Однако уже ближе к полудню воскресенья воздух вновь прогреется. В среднем до плюс 20-24 градусов. В выходные дни 24-25 по территории нашей области будут проходить атмосферные фронты. Сопровождаться они будут опять-таки сильным ветром, дождями различной интенсивности. Практически будут мчаться в большинстве районов, потому что будут проходить, начиная с западных районов, смещаться в восточном направлении. Солнце на большинстве территорий области скроется за массивом облаков. Однако в те редкие моменты, когда солнечные лучи все же будут достигать Земли, стоит быть осторожнее. Ультрафиолетовый индекс держится на уровне 6. Это значит, даже недолгое пребывание на улице в полуденные часы может привести к ожогам кожи. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте урттв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин